Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про миниатюрные форты, получившие у англичан большую популярность. Более того, англичане понатыкали такие форты по всему миру. Настолько их впечатлила конструкция данного укрепления. Но обо всем по порядку. Впервые англичане встретились с башней Мартелла на Корсике, а именно на мысе Мартелла, в честь которого башня и получила свое название. Ее построили еще в 1565 году. Корсиканцы строили подобные укрепления в наиболее важных точках вокруг острова для защиты прибрежных деревень и кораблей от североафриканских пиратов. Как правило, в башне дежурило несколько сторожей, которые сигнализировали о приближении неприятеля, зажигая огонь на крыше укрепления. Англичане впервые столкнулись с башней 7 февраля 1794 года, когда два британских корабля, Фортитюд и Джуна, безуспешно обстреливали форт из своих орудий. Только через два дня тяжелых боев англичанам удалось взять укрепление в результате наземного штурма. Англичане были изрядно удивлены, когда узнали, что весь гарнизон башни состоял всего из 33 человек. В итоге было принято решение скопировать конструкцию башни и построить ее копии для защиты английских земель. Ну а когда англичане покидали Корсику в 1803 году, они с большим трудом взорвали эту башню. В чем же секрет башни и как она построена? Башни Мартелло были небольшими, примерно 12 метров в высоту, а толщина стен составляла около 2,5 метров. В тех случаях, когда нападение суши считалось маловероятным, жилые помещения и комнаты хранения строились ближе к наземной части, а морская сторона дополнительно укреплялась. В башню было не так просто попасть, только по лестнице, которую надо было приставить к двери, находившейся на высоте 3 метра от основания. Еще одна фишка заключалась в орудии, размещенном на плоской крыше. Оно устанавливалось на платформу, которая каталась по рельсу, обеспечивая обстрел на 360 градусов. То есть даже одна пушка могла наделать шуму. Но на некоторых башнях устанавливали 2 или 3 пушки, которые двигались по ограниченному сектору. Как правило, в башне было 2 этажа и подвал. На первом этаже размещались складские помещения, где хранились боеприпасы, вода и провизия. Гарнизон из 24 человек размещался на втором этаже, разделенном на несколько комнат. В стены башни встраивались камины для приготовления пищи и обогрева. Дополнительную автономность обеспечивали колодцы внутри башни, а также система, заполнявшая емкость дождевой водой. Благодаря своей конструкции, даже небольшой гарнизон с одним орудием мог оказывать продолжительное сопротивление, ожидая подхода подкреплений. Англичане приступили к массовому строительству башен в первой половине XIX века. Больше всего их построили в Англии и Ирландии. Всего около 140 башен. Далее масштабное строительство развернулось за пределами метрополии. Однако с развитием нарезной артиллерии англичане пришли к выводу, что башни уже не так эффективны, и дальнейшего смысла в их постройке нет. Вести о строительстве башен дошли и до американцев, поэтому они скопировали проект и построили несколько башен вдоль восточного берега США. К сожалению, каких-либо детальных сведений о боевом применении башен мне найти не удалось. Известно лишь, что англичане по большей части использовали их для пресечения контрабандной торговли, а во время Второй мировой часть башен превратили в пункты ПВО и наблюдения за противником. На сегодняшний день в Англии сохранилось 47 башен. Часть превратили в музеи, а часть попала в частные руки, и башни превратились либо в гостиницы, либо в арт-пространство. КОНЕЦ КОНЕЦ